Айсизим 6 лет. Сколько помнит себя, столько и аппарат с трубочками, по которому течёт её кровь. Рассказывает, что идти на регулярные процедуры жутко не любит. Ей поставили диагноз рефлюкс-нефропатия. На протяжении трёх лет мы всегда приезжаем каждые три месяца на поддерживающее лечение. Но это нам не помогло. В этом году, с января, она уже получает диализ. Мы легли 4 декабря сюда. С тех пор мы лежим здесь. Родители чуть ли не каждый раз вынуждены уговаривать дочку, что нужно потерпеть, что это крайне необходимо для её же здоровья и самочувствия. Так и сегодня. В больнице вместе с мамой Айсизим живёт уже почти полгода. Здесь же получает гемодиализ. Без него почки ребёнка со своей функцией не справляются. Диализ девочка переносит плохо. Начинаются судороги, поднимается давление и температура. Болезнь так называемого сморщивания почек у Айсизим диагностировали, когда ей было 3 годика. С тех пор почка стала отказывать. Несмотря на продолжительное лечение, никаких улучшений в показателях не выявилось. Врачи рекомендовали задуматься над трансплантацией больного органа. Причём, чем быстрее, тем лучше. Почку уже не вылечить. Замена – единственный выход. Хронический программный гемодиализ – это один из вариантов заместительной терапии, который продлевает жизнь, и тем самым он не улучшает качество жизни. Во всём мире известно, что в детском возрасте гемодиализ чреват очень многими осложнениями. Как он может влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, на давление, на костно-минеральное нарушение, вообще на развитие ребёнка. Поэтому, насколько быстро будет произведена пересадка почки, настолько будет и качество жизни улучшаться у этой категории детей. В следующем году Асизим должна пойти в школу. Учиться, радоваться каждому дню, резвиться со сверстниками, проживать жизнь здорового ребёнка – это единственное, чего хотят для своей девочки и её близкие. Приблизить мечту к реальности может помочь пересадка почки. Стоит операция больших для семьи денег – 30 тысяч долларов. Квота на трансплантацию в Турции уже есть. Только на 19-й год. Но очередь могут и передвинуть, если уже будет готова оплата. С помощью родственников, друзей и неравнодушных соотечественников собрали третью часть. Накопить оставшиеся 20 тысяч долларов родные маляки не могут. В семье ещё двое детей и престарелая бабушка, которая также требует ухода. Всё, что зарабатывает глава семейства, с трудом хватает на питание и самые первостепенные нужды. Помочь Асизим начать жить с чистого листа ещё не поздно. Деньги на трансплантацию почки для этого искреннего чистого человечка можно перечислить с помощью банковского перевода или электронного кошелька «Эльсом» номер 0777 55 96 23.